Здравствуйте! В эфире программа «Норильские новости» в студии Надежда Балдакова. Смотрите в этом выпуске. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Норильск примет участие в эксперименте по квотированию вредных выбросов. В правительстве говорят, вместе с нашим городом в эксперименте примут участие еще 28 городов. Эксперимент проведут в тех городах, где по итогам наблюдений отмечен высокий или очень высокий уровень загрязнения воздуха. При формировании списка участников эксперты учитывали наибольшие разовые концентрации отдельного загрязняющего вещества в атмосферном воздухе, повторяемость превышений и средние значения концентрации еще пяти загрязняющих веществ. До конца 2024 года предстоит завершить работу по проведению сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха. А уже в 2025 году правительство планирует утвердить комплексные планы мероприятий по снижению выбросов. Согласно поручению президента, к 2030 году выбросы в городах-участниках этого эксперимента должны снизиться в два раза. В Норильске завершается строительство первой в Красноярском крае газовой автозаправочной станции на метане. На строительные площадки побывала наша съемочная группа. Доставка и хранение топлива в районы Крайнего Севера – дорогостоящий процесс. Но сделать расход топлива более рациональным и экологичным в Норильске уже не призрачная мечта, а конкретная задача. В ближайшем будущем в городе заработает первая газовая автозаправка. Данный объект – часть федерального проекта «Чистый воздух». Его реализация благоприятно скажется на экологической ситуации, так как выхлопы метана от газомоторной техники ничтожно малы. Использование метана в качестве топлива позволит и сэкономить. Предварительная расчетная стоимость одного кубического метра природного газа будет в районе 44 рублей. Отмечу, что с увеличением производственных мощностей цену планируют понижать. Сейчас на станции ведутся работы по планировке территории. Смонтированы навесы станции и передвижной автогазозаправщик. Установлены три колонки. Заправляться здесь будет специализированная техника. Предприятие «Норильский промышленный транспорт» уже закупило для этих целей 22 единицы газомоторных большегрузов. На данный момент мы сейчас видим, что станция подходит к заключительному этапу своего строительства. Ориентировочные сроки ввода в эксплуатацию – это ноябрь-декабрь месяц текущего года. Цель станции – это, безусловно, в первую очередь расширить возможности транспортной инфраструктуры компании, так сказать, новое направление для себя освоить в частях газомоторной техники. После запуска станция будет работать в режиме опытно-промышленной эксплуатации с последующим выходом в круглосуточный режим. Газовую заправку будут обслуживать 11 человек. Софья Зиберова, Дарья Каменских, Никита Левенец. Норильские новости. В минувшую субботу Норильск стал новой точкой притяжения большого хоккея. Наш хоккейный клуб «Норильск» дебютировал во Всероссийской хоккейной лиге. Соперником норильчан стала команда «Нефтяник» из Альметьевска. Каков итог дебютной игры? Смотрите прямо сейчас. Трибуны взрываются так, что плавится лед от поддержки норильчан. Первый матч Всероссийской хоккейной лиги в Норильске стал по-настоящему зрелищным и эмоциональным. Наши ребята выложились на полную, несмотря на то, что присутствовало волнение первой игры. Перед долгожданным матчем зрителям представила шоу фигуристка-олимпийская чемпионка Анна Щербакова. Перед началом игры с таким важным спортивным событием норильчан, всех участников и хоккеистов поздравили старший вице-президент, руководитель норильского дивизиона «Норникеля» Николай Уткин и глава города Норильска Дмитрий Карасев. Сегодня по-настоящему историческое событие для нашего города. Норильск становится важнейшей точкой на хоккейной карте нашей страны. Сегодня во Всероссийской хоккейной лиге дебютирует наша команда, пожалуй, самый северный профессиональный хоккейный клуб «Норильск». Более чем уверен, что нам есть, что показать на льду. Мы действительно проявим северный характер, мужество и отвагу. Мы удивим и болельщикам, и соперникам. И вот, наконец, наши ребята выехали на лед. Торжественное вбрасывание шайбы, и игра началась. Итак, в цитатном круге капитаны команд Норильска «Невтяник» Николай Николаевич Уткин и Анна Шарбакова. И большие аплодисменты! Итог – первые в истории хоккейного клуба «Норильск» игры 2-3 в пользу соперника. Финальная серия буллитов сыграла не в пользу нашей команды. Однако игроки отмечают – это лишь начало, и большие победы еще впереди. «Атмосфера очень понравилась. Я же сразу сказал, что когда забил гол, сразу трибуны оживились, все закричали. Очень классно. Дальше только больше». Сезон начался. Впереди у «Заполярных медведей» еще не одна игра. Кто знает, может, любовь болельщиков и искренние эмоции сделают наших ребят чемпионами лиги в этом сезоне. Надежда Балдакова, Владислав Моисеев. Норильские новости. «Заполярный театр драмы» начинает свой 83-й творческий сезон. Труппа собрана. Коллектив артистов пополнился новыми людьми. Софья Зиберова расскажет подробнее. Труппа «Заполярного театра драмы» впервые собирается вместе после долгого летнего отпуска. Надо успеть всех обнять, поцеловать. Навстречу приходят с семьями, поздравляют с прошедшими праздниками. Артисты готовы творить. Театр готов открывать свой 83-й творческий сезон. Позвольте мне поздравить вас с началом нашего творческого сезона, пожелать вам здоровья, творческих успехов, полные залы зрителя, вдохновения, новых идей. И чтобы все, с какими предложениями вы придете ко мне, Каме Владиславовне, у нас была возможность их исполнить. Планы на сезон у театра масштабные. Стартуют с гастролей. С 6 по 10 сентября норильские артисты поедут со спектаклями в Омский театр «Галерка». Омский театр «Галерка» в свою очередь приедет с гастролями в Норильск. Затем начнутся репетиции новых постановок. В октябре премьера на камерной сцене. Режиссер Максим Соколов делает Шпаликова «Долгая счастливая жизнь». 20 октября премьера. Затем я делаю «Волки и овцы». Это большая сцена. Премьера конец 28 октября. Потом у нас 25-26, когда там попадает сказка на большой сцене, как обычно, мы играем для детей, делаем «Маугли». Будет и вечная классика. В марте театр готовит премьеру спектакля «Сон в летнюю ночь» по мотивам комедии Уильяма Шекспира. К слову, в этом сезоне труппа театра пополнилась новым актером. Его поприветствовали на общем сборе артистов. Знакомьтесь, Павел Егоров. За свою карьеру он успел поиграть во многих театрах страны и снимался в кино. Говорит, в Заполярном театре драмы ждет характерных ролей. Театр Маяковского, Заполярный, очень известный театр. Здесь очень много на сцене классического репертуара на самом деле. И предложение, которое поступило Анне Владиславу мне как актеру, меня заинтересовало. Вот так скажем. Мне интересно, в смысле, тот материал, который был предложен. Отмечу, официальное открытие сезона состоится 16 сентября. На сцене театра покажут постановку Дамира Салимзянова «Преступник со справкой». Билеты уже можно приобрести в кассах театра. Софья Зиберова, Евгений Журнов, Норильские новости. В Норильск пришла прохладная осенняя погода. На этой неделе столбик термометра не будет подниматься выше отметки плюс 13 градусов. По прогнозам синоптиков, в течение ближайших семи дней днем температура воздуха будет составлять в среднем 11-12 градусов выше нуля. По ночам будет холоднее, до плюс 4 градусов. Самое время доставать пальто и сапоги. А вот зонтики пока рано. Синоптики на этой неделе не прогнозируют дождливую погоду. Мы находимся в зоне повышенного давления, антициклон. Преимущество нас ожидает безусадков погода. Примерно облачность по ночам от плюс 1, плюс 4. Днем до плюс 13 градусов тепла. И к этому моменту у нас все. Сообщайте ваши новости по телефону 34 32 32. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все выпуски, новости и сюжеты вы всегда можете найти на нашем ютуб-канале и на сайте Норильск.тв. В студии была Надежда Балдакова. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»!